Имя этого живописца, графика и рисовальщика известно и в нашей республике, и за пределами России. Алексей Афанасьевич Кокель не только основоположник чувашского профессионального изобразительного искусства, но и организатор высшего художественного образования Украины. В Чебоксарах прошла научно-практическая конференция к столетию его самой знаменитой картины в Чайной. Первоначальное название этого произведения искусства – «Чайная». Именно эту картину Алексей Афанасьевич представил в качестве дипломной работы 100 лет назад. В 12-м году прошлого столетия Кокель стал первым чувашим, окончившим Российскую императорскую академию художеств. За это произведение на конкурсной выставке Академии художеств в 1912 году Алексей Афанасьевич получил звание художника, первую золотую медаль и был направлен за границу. После обучения во Франции, Германии и Италии Кокель по рекомендации Ильи Репина становится преподавателем Харьковского художественного училища. Затем создает первый художественный вуз в Украине и занимает должность ректора. Художник – это явление интернациональное. Не по национальному признаку, а по его творческому наследию. А творческое наследие Алексея Афанасьевича, оно действительно настолько многогранное. Он в своем творчестве рассматривал произведение в Чайной. Это абсолютная хрестоматийная академическая работа в духе Императорской Академии художеств. За сто лет картина побывала на различных международных художественных выставках и музеях. Предпоследний адрес – Саратовская область, Вольский краеведческий музей. Вернуть картину на родную землю оказалось непросто, но реально. С 1980 года и по сегодняшний день оригинал, 12 этюдов и эскизов к картине хранятся в Чувашском государственном художественном музее. Многие работы художника, они имеют двустороннее изображение, потому что за неимением холста, от того, что художник все-таки бедствовал, и это часто так практиковалось, что холст используется на двух сторонах. Я вам сейчас это продемонстрирую. Можете это вот посмотреть. Пожалуйста. О секрете двустороннего эскиза к Арсине в Чайной догадываются далеко не все. И кто знает, может при дальнейшем изучении наследия Когеля станут известны и другие тайны его творчества. Екатерина Мытикова, Андрей Шоклев, Республика.